На этот раз таки и поставлю, наверное, возрастное ограничение. Видео сделано специально для сообщества Old School FPS Creation. Всем огромный привет, друзья, с вами Махач, и сегодня я вам собираюсь рассказать про то, как проходил процесс разработки моего проекта Merger 3D. На самом деле он и синтезом назывался, и биозисом, но это уже немного другая тема. А пока вернёмся в июнь 2014 года. Я только тогда пришёл в сообщество RGM-щиков, то самое старое сообщество, и решил показать свою первую подделку на этом конструкторе под названием Space Guy. Подобный проектик я начал ради того, чтобы нащупать возможности конструктора. И, сказать по правде, они меня вполне на то время удовлетворили. Значит, я примусь за новый проект, и это будет, конечно же, Space Guy 2. Ну, а в целом обе игрушки вышли достаточно посредственные, чего и стоило ожидать от первого проекта на данном конструкторе. Ну, зато есть что вспомнить. Само собой, в данном случае не забуду упомянуть про третью часть, которую делал не я, а Фред Ричи. Я участвовал там довольно вторично, но всё равно третья часть затмевает первые две, и как бы достойно того, чтобы в неё поиграли, если кто-то не поиграл до сих пор. Примерно в сентябре 2014 года я начал делать свой следующий проект на данном конструкторе. И назывался он Cyber Utopia 3D. И тут, конечно, я за всё взялся достаточно основательно. Начал стараться пилить текстуры 64 на 64, когда в Space Guy 2 и 1 были 32 на 32 разрешением. Ух, ёпти, думал я. Сейчас я сделаю проект, который затмит все предыдущие проекты на данном конструкторе. Какой-то скилл по пиксель-арту имелся, поэтому я, в принципе, думал, что я сейчас всех просто покорю. Как выяснилось позднее, я делаю полную хуйню, потому что в этих пустых коридорах с мужиками с зелеными ракезами и красными глазами нету никакой идеи. В итоге, сжав яйца в кулак, я попёр трудиться дальше. В игре появилась идея, появились новые текстуры, новые типы врагов и новое оружие. И тут я понял, возможно, это будет самый крупный проект на РГМ, который делал я когда-либо. Да и не только я, а вообще в целом. Разработка проходила достаточно напряжно. Не привык я к такому объёму работы, однако я с ним справлялся, но не захотелось отдохнуть. И здесь я пришёл к новому проекту. Совершенному лютому... Эээ, блядь, тут даже хуй объяснишь. Приключения в Мухосранске. Охуительное название, честное слово. И здесь пошёл лютый трешак. Добро пожаловать в Мухосранск. Самое доброе место на планете. Пошёл! Есть чё, по мелочи. Пошёл ты, пошёл ты! Ну чё, хе-хе-хе, смешно, да? Ну, одним словом, так в принципе можно всё объяснить. Ведь подошёл я к игрушке абсолютно абсурдно. Во-первых, я решил делать её с такой детской графикой. Просто рисовка была крайне небрежная, но это было сделано намеренно. К данной рисовке я приписал самый лютый, дебильный, толчковый юмор. Или сортирный, как он называет, я называю толчковый. Хе-хе-хе. То, что получается в итоге, на удивление, мне понравилось. И понравилось некоторым чувакам, которым я скидывал её. Кстати, это был где-то апрель 2015-го. А вот в мае я взялся уже за ремейк. Как бы отполированную версию с нормальной графикой. И вообще с допустимым дизайном уровней. Какого хуя здесь столько народу? Плюсом к этому я решил добавить вменяемую подачу сюжета, именно подачу, потому что сам по себе сюжет был невменяемый, само собой. Ну а что касается сомнительного сортирного юмора, я решил всё оставить как есть из наброска. То, что я сделал на этот раз, мне вообще люто понравилось. Очень много было амбиций на данный проект. Мне было много вдохновения. На волне вдохновения я даже небольшой мультик сделал, который послужил трейлером к данной игре. Вы хотите сказать, что это всё они сами? Ну разумеется, посмотрите на меня. Разве я мог такое натворить? Господи, я же верующий. Во время разработки приключений в Мухасранске стартанул небольшой чайлендж под названием RGM Weekly, в котором мы на определенную тематику должны были сделать игру и сделать это, конечно же, лучше всех за отведенное время. Там где-то недели или две, я уже не помню чё-то. На этом месте у меня организовался новый маленький проектиц под названием Bit Boom Zombies. Ну, серьёзно, конечно, я к нему не подходил, разве что же я его сделал за несколько часов, и это был реально челлендж для меня. В итоге вышла неплохая штука, и я решил сделать её ремейк уже вне конкурса, чтобы успеть реализовать все свои идеи. И назвал я данный проект Bit Boom Reloaded. Здесь у нас много всего было интересного, только жаль, что всё прервалось и накрылось пиздой. Вообще игра планировалась многопаковая, где-то пака 3, и даже небольшой сюжет туда приписывался. Карту я сделал для игры, чтобы показывать, как в традициях старых NES-овских игр, где мы находимся, куда мы идём и так далее. Какое наше вообще путешествие будет по содержанию. К слову, вот этот видеоряд записывается с первого пака. Оказывается, он у меня сохранился на другом жёстком диске, а тут как раз я задеваю историю про жёсткий диск, который, сука, накрылся. Правда, частично, конечно, по моей вине. Надо было обращаться с ним более гуманно. Также с этим жёстким диском и Bit Boom Reloaded я потерял проект ПВМ, который в данный момент тоже разрабатывал параллельно со всем этим остальным. Я был сильно расстроен, я даже был зол, и сам на себя был зол, и на то, что жёсткие диски такие хрупкие, сука, оказались. Также просрал Cyber Utopia, второй и третий пак, где сначала были пустынные уровни, как вы видите на этом скриншоте. А вот другого скриншота я достать не смогу, потому что я такой житый никогда не опубликовал то, что я делаю в настоящий момент. Там мы возвращаемся, и там мегаполис, и всё такое. Уже не суть, я с этим давно смирился, и, как говорится, что упало, то пропало. Упало в буквальном смысле. Я зря свалил на то, что этот жёсткий диск был бракован, и я его просто один раз уронил, и всё, всё пиздец, короче. Далее уже не помню, в каком промежутке времени, где-то, наверное, в 2015 году я также делал проект Dungeon Desonance. Я хотел сделать свой первый хоррор на RGM. В самом начале я решил сделать его в пиксельном стиле, хоть и в пятой версии RGM. Не знаю, что меня за муха тогда укусила, но в итоге всё равно я пришёл к фотореалистичному стилю, если так можно сказать, если вообще это фотореализм, фотореализм, когда пиксели всё равно крупные достаточно, но уж не настолько, как в предыдущих версиях RGM. Разве что была придирка к тому, что оптимизация пятого RGM просто сосёт. Хотя сейчас я записывал видео, и всё было гладенько. Свежее железо, наверное, позволяет уже играть в игры на пятом RGM, в 2К17, как бы, это очень важно, да. В общем, прикол этого проекта был в том, что я его начал, я его делал, я его почти закончил, но в итоге получилось не то, на что я рассчитывал, и как бы где-то он у меня там валяется, почти закончено, и не знаю, стоит ли его как-нибудь выставлять или нет, но я думаю, что нет. Ну, а тем временем стартанул новый RGM Weekly, и я решил всё-таки в нём поучаствовать, потому что тема была очень мне подходящая. Кровавые бани, блядь, хули, у меня самые ебанутые темы, всё время себя и беру. Итак, игрушка Headache. Приводится как головная боль. На самом деле, я её и делал с головной болью, и это действительно было так, у меня тогда была жуткая мигрень, у меня бывает такое, вот. Но в итоге получился продукт вполне годный, судя по отзывам чуваков, которые в неё играли, так что, видимо, проект зашёл. Ну, тут жалко только то, что я не успел реализовать, опять же, все свои идеи в этом проекте. Но и хуй с ним. Ну и, наконец-то, мы приближаемся к гвоздю сегодняшней программы, если, конечно, так можно выразиться. Это у нас Мерсин... Биозис, блядь! Биозис, сука! Идея данного проекта заключалась в том, что мы ходим, расстреливаем каких-то непонятных мутантов, а между этими миссиями мы иногда потрахиваем женщин. Ну и, в принципе, это всё. Это, кстати, была не шутка. Но далее я приступил к чему-то более серьёзному. Я подумал, что данный проект, он слишком дерьмовый. Ну, вообще, юмор был там полное говно по сравнению, особенно с приключениями в Махасранске. Хоть там и был толчковый юмор, но здесь вообще было полное атас. Вы только послушайте это. О, я чувствую себя заебит! Одна фраза оригинальнее другой, блядь. Дюк-нюк им нервно курит в сторонке. Ну и хуй с этим дерьмом, потому что далее я изменил этот проект до неузнаваемости, в тот вид, в котором все сейчас его знают. Вот это Merger 3D сейчас под этим видом. Но на самом деле я ещё тогда назвал проект Synthes 3D. Это как бы была бесплатная версия для тех, кто хочет ознакомиться с игрой. Ну и к синтезу я уже приступил достаточно основательно. Я начал рисовать всякие эскизы в тетрадках, листочках. Блядь, сколько их у меня было, уже все растерял к чёртовой матери. Или идею придумал на листке, там расписал какое-то подобие сюжета и всё прочее. Короче, готовился как мог. Я до сих пор заглядываю в папку Synthes 3D, где содержатся все ресурсы, используемые в игре. Охуеваю, блядь, на их количествах, это во-первых. А во-вторых, блядь, на то количество ресурсов, которое даже не использовалось в игре. Я даже небольшую утилиту на гамаке написал, чтобы разделять один большой лист текстур на отдельной текстурке 64 на 64. Правда, я где-то проебать уже успел, но, в принципе, её написать недолго. Целью разработки данного проекта у меня являлось то, что я должен выжать просто максимум из одного пака RGM. И как только я выпустил Synthes 3D, меня нашёл издатель, который предложил, а давай эту игрушку выпустим на Steam. И я такой подумал, ну, вроде как Вольфенштайн же на Steam валяется, давай попробуем, запустим проект в коммерческую среду. В итоге вышло то, что вышло. Отзывы смешанные, если читать на всех языках. В общем, проект стал называться Merger 3D, это версия для Steam. Synthes 3D уже не валяется на просторах интернета, разве что у кого-то, может, сохранено на жёстком диске. Ну и стоило лишь вынести в публику такой проект, сделанный на нашем любимом RGM'е, как пошли претензии в плане того, что у кого-то не работает мышь, у кого-то всё дёргается, у кого-то дрыгается, чё-то ещё там не пошло, у кого-то вообще кассцена не запустилась и вылетела игра. В общем, замечательно. Я так и подумал, что больше к RGM'у с этого момента я не вернусь. И любой достаточно адекватный или даже наполовину неадекватный человек подумал бы так же, потому что вбухано целую кучу времени и сил, пота и крови, как это говорится, в этот проект. А на самом деле, это всё обернулось тем, что движок не вывез. Таких амбиций-то, блядь. Поймите меня правильно. Одно дело, когда вы используете готовые ресурсы, а уже совершенно другое дело, когда вы даёте каждому пикселю, который вы поставили своей мышкой, и, возможно, даже мышку сломали, пока делали это всё. Своё имя, фамилию, отчество. Ладно, утрирую, на самом деле, это метафора такая, но это не важно. В принципе, суть ясна. Так что вот, друзья мои, вот такая вот у меня была история. История одного RGM'щика. Уже бывшего, можно сказать, потому что больше я к нему точно не вернусь. Возможно, этот рассказ получился достаточно скомканным, сумбурным, но я серьёзно старался. Я не скилловый видеомейкер, чтобы тут пилить такие вот двухкилометровые тексты, сюжеты. Я всё рассказывал по ходу дела. Так что, я серьёзно, я старался. Так что, попрошу вас поставить лайк, там, подписаться на канал. Кому интересно подписаться на сообщество Old School FPS Creation, ссылочка в описании. И всем огромнейшие, друзья мои, спасибо за внимание. Ну, а я же с вами прощаюсь, друзья мои. До следующего стрима, скорее всего. Всем пока.